Сегодня эти мужчины мирно разговаривают и ждут свой трамвай. А больше 30 лет назад все они воевали в смертельно опасном тогда Афганистане. Для Крамамбека усеного служба началась именно на афганской земле. Это история в моей жизни. Боль есть, утрата всех, кто участвовал в той или иной мере. Сейчас просто эту войну афганскую только боль воспринимается. Но я считаю, что страница истории. Это там были нормальные военные, нормальные мужики воевали и показывали, не прятались. Трамвай, который ждали афганские ветераны, курсирует по Улан-Удэ впервые. На окнах фотографии с историями тех, кто не вернулся. Почти всем по 20 лет. Столько же тогда было и Гаврилу Мантыкову. С Афганистана он привез медаль за боевые заслуги и инвалидность. Про свой саперный батальон и госпитали в Кабуле рассказывать не любит. Раз война – это война, наше подразделение пошло на задание и попало в засаду. И нас хорошо никто не погиб, нас с того боя четверо ранены. Для школьников у него другие истории. Например, о том, что несмотря на травму, сегодня он играет в волейбол и капитан сборной Бурятии по инвалидному спорту. Ветеран Афганистана не жалеет, что им пришлось побывать там. А эти фото в трамваях своеобразные эпитафии по 24 бойцам из Бурятии. Будут курсировать по уландынским маршрутам еще несколько дней. Мы рассказываем о этой войне, призываем к тому, чтобы мы помнили всех героев, которые там участвовали, погибли. Никита, а что такое патриотизм? Патриотизм? Это любовь к родине, готовность ее защитить в любой момент. В армии пойдешь служить? Да. Мария Латышева, Данил Дурхисанов. Новости дня.